Здравствуйте! В эфире программа «Открытый диалог». Меня зовут Андрей Лобанов. И сегодня к нам в студию вместе с майским весенним ветром ворвалась Екатерина Полянцева. Обладательница потрясающего сопрано, лауреат международных конкурсов, выступает с сольными концертами. Екатерина, здравствуйте! Здравствуйте! Все правда, что сказал? Абсолютно! Так расскажите тогда, пожалуйста, с какой программой выступаете в Люберцах? Я выступаю с программой старинных русских романсов. Так. Дворянский, мещанский, цыганский. Сколько по времени программа идет для вас? Около часа. Около часа. Как вы подбираете свой репертуар и формируете программу своих концертов? Ну, во-первых, я выбираю то, что нравится мне. Ну, и, конечно, я учитываю мнение публики, которая меня служит. Как основываетесь на публике? Как публика вам дает понять, что вот это нравится и нравится? Ну, во-первых, после концертов подходят люди и говорят, а вы могли бы спеть вот то-то и то-то? Или приезжаешь куда-то, говорят, скажите, пожалуйста, а вы поете «Утро туманное» или «Ночь светла»? Я говорю, нет, не пою. Ну, как же так? Вы не поете «Утро туманное» и «Ночь светла». Ну, вот так и берем в репертуар то, что нравится народу. Почему исполняете именно романсы? Романсы, вы знаете, это давняя любовь. Как только я поступила в музыкальное училище, мне было тогда 15 лет, и я попала к педагогу Шалобановой Людмиле Васильевне. Она была потрясающей исполнительницей старинного русского романса. Вы знаете, я была влюблена в нее, и тогда я влюбилась в романс, и оказалось это на всю жизнь. Понятно. Чем для вас интересен именно этот вокальный жанр? Почему не джаз, допустим, или опера? Почему именно романсы? Почему именно романсы? Ну, во-первых, великолепная музыка, там душа, там искренность. Маленький романс – это целая жизнь, там потрясающая драматургия, это целая опера. То есть вот в этих трех, четырех, пяти куплетах впору умещается целая жизнь, какие-то драматические истории или любовные истории. Поэтому всегда это очень интересно. Это накал страстей, накал эмоций. Но романс лично для меня – это же вообще исключительно только любовная история. Там же как-то... Да, безусловно. Безусловно. Вот возьмем, к примеру, Брамса. У него есть цикл вокальных сочинений «Песни любви». То русские песни любви – это старинный русский романс. Конечно, это все о любви, о чувствах. Почему вы в своей профессии выбрали именно академический вокал? Сейчас все больше хотят петь эстрадный жанр какой-то или еще что-то? Ну, я выбрала это направление не сейчас. Это во-первых. Ну, во-вторых, или даже это во-первых, тут все во-первых. Мне всегда нравилась классическая музыка. То есть с детства как-то она привлекала мое внимание. Именно поэтому я пошла по академическому направлению. А какими качествами должен обладать исполнитель, певец, чтобы выступать в жанре романсов? Ну, скажем так, певец – это музыкант. Давайте, прошу прощения, перебью вас. Чтобы вообще стать певцом, какими качествами должен обладать? А уже потом именно романс. Хорошо. Ну, во-первых, нужен талант, музыкальный слух и труд. Все упирается в труд. Это 24 часа в сутки работа, работа, работа. Это все сложно. Не просто вышел на сцену и запел. Как профессия влияет на уклад вашей жизни? Вообще, профессия певца – это прежде всего режим. Холодное нельзя. Это, знаете, от холодного, как черт от ладана, как говорится. Потерял голос и все, потерял работу. Конечно, потерял голос. Там простуда, какие-то малейшие неудобства. Это все в концерты не будет. Режим сна, режим питания – это физические нагрузки. Певец должен быть в форме, певец должен быть здоров. Хорошо. Вы сказали, что холодное для горла нельзя. Я знаю, что еще горячее нельзя. И там какие-то орехи. Холодное, горячее, соленое, острое и так далее. Очень много приходится. Хорошо. А что можно тогда? Что хорошо для голоса, чтобы вы звучали еще лучше, чем, допустим, на прошлом концерте? Ну, все остальное, что не относится к холодному, к острому, к соленому. Все, что не запрещено, можно. Все, да. Хорошо. Насколько востребован сегодня романс для современной публики? Вы знаете, сложно сказать. Дело в том, что у современной публики тоже в виде разные интересы. Среди детей, среди молодежи тоже есть ярые приверженцы классической музыки. А вообще моя аудитория – это в основном средний возраст и пожилые люди. То есть как раз тот период, когда человек уже созрел эмоционально и духовно. Ведь это тоже нужно уметь воспринимать. И даже, наверное, уметь неправильное слово. Нужно дорасти до этого уровня, чтобы воспринимать старинный русский романс. А кого больше – мужчин, женщин на концертах все-таки? Никогда не задумывалась, но, может быть, в одинаковой степени. А, может быть, наверное, женщин больше. Наверное, да, женщин. Можно ли назвать романс элитарным искусством? Вне всяких сомнений. Конечно, конечно. Дело в том, что и публика-то приходит на концерты интеллигенция. А как вы считаете, романс дальше как жанр будет жить? Может ли он развиваться? Или вот все-таки пойдет вниз-вниз и останется, как сказать правильно, среди единиц популярен? Я думаю, что он будет развиваться. Я не думаю, я уверена. Может ли жанр вообще, жанр какой-то музыкальный, умереть? Конечно. Говорят, что сейчас не популярен, допустим, хип-хоп или рок или что-то еще. Вы знаете, дело в том, что здесь важный фактор – это проверка временем. То есть если в жанре существует один век, второй век, третий, он существует. Но про края же идет время, что не стоит на месте. Конечно. Но дело в том, что и жанр, он тоже развивается, он трансформируется. Допустим, сейчас композиторы современные тоже пишут романсы, но они уже не такие. То есть современный романс, он отличается от старинного русского. Он более близок, скажем так, к эстрадной, к современной песне. Тем не менее, все равно начало, оно такое романсовое. Я бы назвала это трансформированием. Я бы назвала это трансформацией, но ни в коем случае не тем, что жанр умрет. Вы сказали, романсы есть и какие-то современные, и классические. У вас в программе классические или современные, или солянка? Так, ну, во-первых, что такое классический романс? Классический романс – это те романсы, которые писали композиторы. Чайковский, Рахманинов, бесконечно можно перечискать. Для меня, простите, классический романс – это вот, я помню, Александр Малинин. Это уже не классический романс. Он, все же, это эстрад, да? Он, конечно, перепевал старинные русские романсы, но на свой манер. То есть там и гармонические какие-то изменения, то есть то, что ближе к эстраде. У нас есть классические, то есть это романсы, которые писали композиторы. Есть старинный русский. Эти романсы, вершина вообще популярности была в 20 веке. Среди них различаются дворянские, то есть те, которые родились в дворянских усадьбах. Есть цыганские, который сформировался под влиянием цыган. Есть жестокий романс. Это очень такие страстные произведения, где накал страстей, судьбы решаются, как правило, трагично. Это не испанские? А вы знаете, дело в том, что романс вообще берет начало из Испании. Поэтому... Угадал. Да, угадали. Все эти грани, они достаточно тонкие. Поэтому, конечно, это не испанские, это русские. Просто он сформировался под влиянием цыган, допустим, цыганские. То, что мы называем дворянским романсом, сформировался под влиянием дворян и так далее. Он звучал в усадьбах, где-то на каких-то... И современный. Вот современный роман. Ну, про современный вы, собственно, уже рассказывали. Ну, современный, да, это уже отпечаток времени. То есть, конечно же, время идет, и каждая эпоха оставляет свой штамп на музыкальном произведении. У вас в программе какие преобладают романсы? Какие жанры, наверное, романсов, если можно так сказать? У меня в программе будут старинные русские. Это мещанские, дворянские, цыганские, жестокие. Понятно. Современных вот... Я пою современные, кстати, есть совершенно замечательный композитор Александр Кукушкин, который великолепнейшую музыку пишет. Я исполняю его произведение, но в эту программу я не включила. Смотрите, тоже такой вопрос. Интересно, если у меня для вас романсы, какие-то коллаборации или дуэты с кем-то... Возможно сделать, что человек поет романс, а какой-то в другом жанре выступает, допустим? Ну, конечно же, возможно, все, что угодно. У меня коллаборация с моим концертмейстером. У нас, как идут блоки, я пою, допустим, 3-4 произведения, 3-4 романса. Далее играет концертмейстер какой-то в произведении, допустим, в сегодняшнем концерте. Будет играть Иван Шмаринов, он композитор, он в аспирантуру и консерваторию уже закончил и является ассистентом-стажером Московской консерватории. Прекрасный композитор, пишет великолепную музыку, и на сегодняшнем концерте он свои произведения как раз и исполнит. То есть, кроме того, что он выступает в роли концертмейстера, он еще будет исполнять и свои произведения. Но это и есть коллаборация. Хорошо. Вы не раз принимали участие в вокальных конкурсах. Что музыканту дают такие творческие состязания? Ну, это, прежде всего, рост. Ведь, вы знаете, сам конкурс, он не важен. Если поначалу, там, по молодости готовишься к конкурсу, боже, страшно, там, на сцену выйдешь, думаешь, какие там конкуренты, но потом с возрастом уже понимаешь то, что важен путь. Не важно, ты занял какое-то место, лауреат, дипломант или вообще ничего, но вот тот путь, который ты прошел, готовясь к этому концерту, это очень сильно повышает уровень. И уже после конкурса, повторюсь, неважно, с каким результатом ты оттуда вышел, ты выходишь на совершенно иной профессиональный уровень. Это точно. Расскажите, в каких конкурсах вы принимали участие? Ну, я принимала участие во многих конкурсах, я сейчас и не припомню, но, допустим, один из них – это конкурс «Музыка-классика», где я стала лауреатом второй премии в номинации «Классический вокал». Это было, наверное, это было в 2014 году, в 2004. Ну, давно, конечно. Также я принимала участие в конкурсе «Средиземноморская романсиада», где стала лауреатом третьей премии. Есть еще такой конкурс «Большая романсиада». Дело в том, что это один и тот же конкурс. Просто, допустим, «Большая романсиада» проходит в Москве, «Средиземноморская романсиада» проходила на Кипре, вот туда я полетела, там стала лауреатом. Есть еще «Белорусская романсиада», и каких только нет. По сути, это один и тот же конкурс. А почему столько лет уже не принимали участие в конкурсах? Ну, это не столько лет, потому что на Кипре я была, сколько, три года назад, или два, два или три, в общем. Это не так давно. А потом уже, вы знаете, возраст романсиада – это безвозрастной конкурс. Поэтому, в общем-то, я решила принять участие. Это интересно было куда-то слетать, где-то попеть. Опять-таки, попробовать свои силы, конечно же. И новый репертуар как-то тоже интересно получить непосредственно к конкурсу. Но сейчас в планах пока нет принимать участие в каких-то конкурсах. Ну, может быть, появится, не знаю. Хорошо, спасибо большое. Сегодня у нас в гостях Екатерина Полянцева, обладательница потрясающего сопрано, лауреат международных конкурсов. Ну, и, конечно же, выступает с сольными концертами и просто очаровательный человек. Мы обязательно вернемся после рекламы. Это программа «Открытый диалог». Меня зовут Андрей Лобанов. Сегодня у нас в гостях Екатерина Полянцева, обладательница потрясающего сопрано, лауреат международных конкурсов. Выступает с сольными концертами. Екатерина, многие певцы говорят, что на протяжении своей жизни продолжают заниматься с педагогом. Зачем? Ну, если ты уже стал певцом, у тебя есть уже какой-то опыт, зачем продолжать заниматься с педагогом? Неужели ты не можешь сам себя тренировать? Конечно, певцы тренируются самостоятельно, но очень важно. Это называется «ухо со стороны». Ведь мы, когда поем, мы себя не слышим так, как слышит педагог. И поэтому у каждого даже статусного певца обязательно есть педагог, который советует, помогает, наставляет. Это очень важно. У вас, соответственно, тоже? Да, конечно. Как зовут вашего педагога? Писаренко Галина Алексеевна – это народная артистка России, СССР. Она профессор Московской консерватории. Я периодически с ней встречаюсь, показываю ей свою программу. Ну и, конечно, перед концертами обязательно мы с ней встречаемся. У вас только один педагог или вы хорите к разным заниматься? Нет, я к ней только хожу. А сколько лет уже с ней занимаетесь? Вы знаете, давно, никогда не подсчитывала, но я думаю, 15 лет-то есть. Каждому музыканту нужно вдохновение. Где вы черпаете свое вдохновение? Вдохновение в музыке. Вы знаете, музыка – это бесконечное вдохновение. Можно открыть ноты и посмотреть, боже, какая прекрасная музыка. Или послушать какого-нибудь великолепного певца и сказать, я хочу быть похожим на него. Здесь вдохновение бесконечно. У вас есть какие-то кумиры, на кого вы хотели бы быть похожи? Мне очень нравится Рене Флеминг. Мне очень нравится Сусан Грэм. Также, к сожалению, ныне покойная Мирелла Фрэнни. Мне нравятся очень солисты нашего большого театра. Это и Динара Алиева, и Венера Гемодиева. И, в общем-то, многие. Наш большой театр – это один из лучших театров мира, конечно. У вас есть необычное хобби – микология. Не грибы, а именно микология. То есть грибник с научным подходом. Откуда такой интерес к грибам? Этот интерес с детства. Я еще в детстве с папой, с мамой, со всей семьей. С тетей она была страстным любителем тихой охоты. С малолетства ходили вместе за грибами. Отсюда любовь. Ваш блог называется «Поющий грибник». Для вас это еще один вариант творческого развития? Или хочется сделать побольше заготовок на зиму? Да, я в соцсетях действительно как «Поющий грибник». Но открою вам небольшой секрет. Я вообще не особенно люблю употреблять грибы в пищу. И заготовки – это не есть моя цель. Я их не так много делаю. А для чего тогда? Вот вы спрашивали раньше насчет вдохновения. Это и есть вдохновение. Ведь это красиво. Это прекрасно. Вот я каждый гриб помню в лицо. Они как люди. Действительно, они как люди. У них свои особенности. У них свой стан. У них свои какие-то позы. Есть манерные грибы. Есть суровые. Есть кокетливые. И так далее. Я их даже в банках узнаю. Понимаете? Если я мариную, я помню, кто это, откуда он, где его нашла. Мариную эти грибы все-таки. Ну, конечно. Но я просто сказала, не в больших количествах. Хорошо. Ну, а если собираете много, делитесь с кем-то или что, куда? Да, конечно. Я просто в качестве подарков раздаю своим друзьям. Может, на концертах мало ли. Будет повод ходить. Не только послушать роман, но и грибочками запастись. Это наша идея привлекать в публику. Да. Сезон тихой охоты в этом году уже открыли. И если да, что собрали? Ну, во-первых, начнем с того, что сезон тихой охоты не заканчивается никогда. И даже зимой. И даже зимой есть грибы, которые можно собирать зимой. Конечно, вы будете удивлены, но есть такой гриб, который называется зимний опенок или фламмулина бархатистоножковая. Так вот, он содержит в себе антифризные белки, которые при даже сильном морозе не дают клетке гриба разрушиться. И вот можете себе представить, при низких положительных температурах, это где-то ноябрь у нас, ну, зависит от погоды, он выходит, появляется этот гриб. Когда наступают заморозки, он замерзает. Когда наступает оттепель, вот можете себе представить, он размораживается и продолжает свой рост. И так может быть несколько раз за зиму. Поэтому вполне можно пойти зимой в лес и набрать зимних опят. Но только нужно знать, где они растут. Ну, так со всеми грибами. Видимо, этот урок биологии я прогулял. На Руси девушки, когда ходили за грибами и ягодами, в лесу пели. Вы поете, когда собираете лесной урожай? Нет, нет, конечно. Потому что в лесу я очень устаю. Это большая физическая нагрузка. Безусловно, это сказывается на голосе. Если я еще начну петь, так можно и голос потерять. Поэтому мы там тихо себя ведем. Это тихая охота. А ходите на эту самую тихую охоту в одиночестве или с компанией? Я люблю в одиночестве. Компании не люблю. Вообще грибники очень ревностно друг к другу относятся. И если издалека ты видишь, кто-то там идет, мы друг друга стараемся обойти. Чтобы не пересекаться. У вас есть любимые грибы, любимые рецепты? С грибами мы поняли, что вы маринуете уже. Но может быть что-то еще? Мариную, солю, обжариваю в масле и на зиму заготавливаю. Много всяких рецептов. Но любимый гриб, это, конечно же, белый. И вот можете себе представить, есть масса грибов. Там рыжики, там рядовки всяческие. Говорят, я набрал корзину грибов. А вот к белому особое отношение. Говорят, я сегодня нашел 15 белых. Или я сегодня там 90-100. То есть это гриб, который насчет. Конечно же, это царь. Это серьезно. Так все-таки какие-то блюда вы готовите? Вообще готовить любите? Ну а куда деваться? Семья приходится. Нет, ну куда деваться, это один момент, что ну вот надо. А вот хочу. Вот сегодня хочется готовить и вообще хочется готовить. Бывает, бывает, конечно. По настроению все. Безусловно, все по настроению. Потому что много работаешь, устаешь. Но так, конечно, я люблю готовить. В том числе и грибные блюда. На Руси в советские времена люди много пели. Для этого не обязательно быть профессиональным музыкантом. Сейчас такой досуг не актуален. Что дает человеку пение? Ну, вы знаете, я бы хотела с вами поспорить. Давайте. Откуда такая информация, что сейчас это не актуально? Это провокационный вопрос. Вот в том-то и дело. Пение, оно всегда было актуальным. Всегда будет актуально. Потому что для человека это самовыражение. Ведь люди собираются вместе, там, компаниями. Неважно, свадьба, день рождения. Просто на кухне там собрались подружки посидеть. Посидели, поговорили. Ну, а теперь давайте споем. Это самовыражение. Это эмоции. И может быть то, что человек не может выразить в повседневной жизни, допустим, о чем-то сокровенном, рассказать. Неудобно, стыдно. А в песне можно выразить все. Ты поешь, ты выражаешь эмоции. И, кстати, учеными доказано то, что при пении вырабатывается эндорфин. То есть гормон удовольствия. Гормон счастья, гормон удовольствия. Вы часто так собираетесь с подружками на кухне попеть? Никогда. Никогда не собирались? Нет, конечно же, собирались. Но сейчас все реже, потому что все как-то больше. Но вообще в компании вы когда собираетесь, вы поете? Или наоборот, сидите, отдыхаете и хотите послушать кого-то других? Мы когда собираемся... Ну, во-первых, вы знаете, у меня нет такой компании, чтобы собраться там и, допустим, употребить немного спиртного и петь. Нет, таких компаний нет. А когда мы собираемся, как правило, круг моего общения – это музыканты, те же певцы. То, конечно же, мы не поем. Даже если выпиваем немного вина. Потому что нам этого хватает на сцене. На работе, да, понимаю. Екатерина, у меня есть к вам предложение ответить на небольшой... Поучаствовать в небольшом блиц-опросе. Вы как? С удовольствием. Если бы вы не сказали сейчас нет, если бы сказали сейчас нет, да, это была бы подстава. Так, отвечайте быстро, не задумываясь. Собственно, как хотите. Хочете подумать – подумайте. В общем, дело задать вопрос. Над какой целью сейчас работаете? Изучение как можно большего материала по старинным русским романсам. Слушайте чаще голос сердца или голос разума? Безусловно, сначала голос сердца, а потом уже включаем рассудок. То есть вы человек все-таки больше эмоциональный? Безусловно, да. Да, конечно. Ну, вы девушка, в конце концов. Девушке больше эмоций, понятно. Как выглядит отпуск вашей мечты? О, вы знаете, хороший вопрос. Это какая-то усадьба в старинных русских традициях. Все непременно в тайге. И грибы, грибы, грибы. Я думал, скажете, в Полесье где-нибудь, в Белорусской. То есть подальше от людей куда-нибудь? Ну, грубо говоря. Где тихо, красиво и много грибов. Дикая природа. Ну, с грибами я все понял. Чем больше всего гордитесь в жизни? Ну, я думаю, что это моя семья. Это моя дочь, муж и кошка. Кстати, дочь, муж, кошка, они вас поддерживают? Да, конечно. Чем больше нас. Ну, дочь, правда, не интересуется грибами, но всем остальным... Ну, роман сослужили. Да, конечно, она приходит на концерты. Без чего не сможете обойтись ни дня? Без воздуха. А мой воздух – это музыка. Какой логичный ответ. Праздники проводить дома или в ресторане? По-всякому бывает. Иногда в ресторане, иногда дома. Но вам предпочтительнее, где бы вы все-таки, или тоже по настроению? По настроению, по обстоятельствам, по ситуации. В принципе, праздник нынче не имеет, в общем-то, большого значения, как это было раньше в молодости, в ранней, скажем так. Ну, ладно. Нет, имеет значение, но не настолько. Успех – это везение или работа над собой? Ну, прежде всего, это работа, бесконечная работа. Но, конечно, промысел божий никто не отменял. Возникало ли у вас желание начать все с чистого листа? Нет. Я думаю, что все было как нужно. Если бы вы не стали исполнительницей романсов, чем бы вы занимались? Какой бы профессией могли бы овладеть? Вне всяких сомнений, это миколог или микробиолог. Учитель биологии. Я вас сейчас сидел с лучшим, и как будто снова в школу вернулась, когда вы про гримы рассказывали. Не учитель. Преподавать не готовы, даже романсы. Ну, я долгое время преподавала, но сейчас я уже просто исключительно работаю как артистка, и в педагогику возвращаться не хочу. Все это сложно очень, безусловно, ответственность большая. Это интересно. Интересно. Но уже... Понятно. Ладно. Ну и последнее. Что вы хотите пожелать нашим, что можете пожелать нашим, вашим зрителям? Ну, во-первых, во-вторых и в-третьих, это здоровье. Здоровье вам, вашим близким. Ну, а все остальное – это труд и промысел Божий. Спасибо вам большое. Екатерина Полянцева сегодня у нас в гостях. Это обладательница сопрано. Потрясающего сопрано, не устану это повторять. Лауреат международных конкурсов. Выступает как с сольными концертами. И, конечно, увлекает с тихой охотой грибами. Спасибо вам большое за интервью. Меня зовут Андрей Лобанов. Это «Открытый диалог». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова